...космос, и тема называется «Экзопланеты и поиски жизни». Но начнем мы немножко с обратной стороны. Мы сначала поговорим про поиски жизни, и потом перейдем уже с этими знаниями к экзопланетам. Потом поговорим, как их ищут и какие сейчас есть технологии. Итак, поиски жизни в Солнечной системе. Солнечная система — это то, что ближе всего к нам, то, что доступно для исследования. И вот на этой иллюстрации наша Солнечная система в масштабе. Наше Солнце и планеты Солнечной системы. Но говорить о поиске жизни на Солнце, наверное, нет никакого смысла. Понятно, что жизнь там невозможна. Слишком высокая температура, радиация, и ничего, ничто не располагает для поддержания жизни. Но если бы мы с вами были бы исследователями с какой-нибудь ближайшей звездной системы, и как исследователи мы бы с вами посмотрели на нашу Солнечную систему издалека, в телескоп, допустим, то, наверное, мы с вами бы обратили внимание сначала на эти крупные планеты. Они большие, хорошо видно, их легко исследовать. Но, как это ни странно, на этих планетах жизнь невозможна. И кто бы мог подумать, что жизнь возникла вот на этой маленькой песчинке, внизу вот этого экрана, на этой песчинке, которую мы называем Землей. Что же необычного в этой Земле? Земля — наша уникальная планета. Уникальная она по многим параметрам, но один из основных параметров — это огромное количество воды на поверхности Земли. Ни одна другая планета в Солнечной системе или где-либо еще из тех, которые нам известны, не имеют такого количества воды на поверхности. Вода на планетах есть. Она есть в виде льда, в виде снега, она есть в виде газа, но жидкой воды на поверхности, кроме Земли, нигде больше нет. А вода является универсальным растворителем, и она является основополагающим фактором для поддержания жизни. Если посмотреть на нашу Землю в таком разрезе, как вы думаете, где на Земле преимущественно существует жизнь? Наверное, мы как жители поверхности Земли думаем, что на поверхности Земли больше всего живых существ. Мы их знаем, мы их изучаем тоже. Но интересно, что биологи сказали, что это не так. На самом деле биомасса существ, которые живут под Землей, она превышает биомассу существ, которые живут на Земле. То есть всех слонов, гиппопотамов, птиц, людей, всех насекомых. Биомасса, которая живет под Землей, она выше. Поэтому можно смело сказать, что жизнь на планете Земля, она представлена больше подземной жизнью. А биомасса в килограммах? Ну, неважно, в каких единицах, в килограммах, в тоннах, в общем. Ну, можно взять в тоннах, допустим. А под водой считается на Земле тоже. То есть именно подземная жизнь, которая живет в земной коре. И она, я не скажу сейчас точную глубину, где она находится, но жизнь обнаруживается еще там, где температура достигает 100-110 градусов по Цельсию. То есть довольно глубоко, на большой глубине. Но Земля наша, она не вечна. Точнее, будет сказать, что вода на Земле, она не вечна. И вот на этой иллюстрации хорошо видно эволюцию Земли, как мы это себе представляем. Около трех миллиардов лет назад Земля сформировалась. Она была почти полностью покрыта Мировым океаном. Это то, как мы Землю видим сегодня. Но через несколько миллиардов лет воды на Земле не останется. Почему? Потому что ультрафиолетовое излучение, оно разлагает воду на составные части, то есть на водород и кислород. Водород, мы знаем, это легкий газ, он летучий, и он постепенно уходит в космос. Ну а кислород, он вступает в реакцию с почвой и, в общем-то, тоже нейтрализуется. Астронавты, которые летали в космос и делали снимки, они видели, что Земля, она как бы окутана такой голубоватой дымкой. Это как раз и есть вот этот водород, который испаряется с поверхности Земли. Ну, вернее, с атмосферы. Около трех килограмм в секунду улетучивается водорода с нашей планеты. Ну, много это или мало, можете посчитать. К чему вообще этот разговор? Когда мы будем говорить о поиске жизни на планетах, мы должны иметь в виду, что планеты, которые мы находим вне Солнечной системы, они не обязательно будут вот в этом состоянии. Мы можем их застать в том состоянии, в начальном, или, может быть, уже в высохшем состоянии. То есть жизнь когда-то там была, но сейчас она исчезла. Ну, у меня есть еще две хороших, вернее, две новости. Одна хорошая, другая так себе. Судя по картинке, уже понятно. Жизнь на Земле когда-нибудь прекратится окончательно. Дело в том, что солнечный реактор, он тоже не вечный. То есть водород, он когда-нибудь полностью превратится в гелий, и дальнейшее существование Солнца, оно будет весьма странным. Ядро Солнца сожмется, а внешние слои Солнца, наоборот, разойдутся в стороны, то есть как будто бы оторвутся. И наше привычное желтое Солнце, которое сейчас мы видим на небе, оно превратится в очень большой объект, такой оранжевый. И он уже не будет таким горячим, как сейчас, но он будет намного больше. К тому моменту температура на Земле достигнет приблизительно около 1000 градусов по Цельсию. Естественно, жизнь как под Землей, так и на Земле при такой температуре станет невозможной. Вы спросите, а хорошая эта новость-то в чем? В том, что это будет всего через 5 миллиардов лет. То есть у нас есть еще в запасе около 5 миллиардов лет, когда Солнце прекратит свое существование. И, собственно, поэтому хорошо бы уже сейчас задумываться, а есть ли вообще где-то еще жизнь? Или, может быть, где-то есть планета, куда можно насадить жизнь? Ну, было бы неплохо это знать. Откуда это мы можем знать? Мы это можем знать по очень редким вестникам из космоса, которые к нам прилетают. Это метеориты. Метеориты часто сопровождаются, падение метеоритов часто сопровождается разрушениями. Ну, нам ли это говорить? Да, мы год назад читали о Челябинском метеорите, знаем, чем это часто кончается. Ну, крупные метеориты падают, вот образуют такие вот воронки иногда. Мелкие метеориты, конечно, менее, скажем так, оставляют меньший след на Земле. Но помимо негативного, скажем так, воздействия, метеориты приносят нам информацию о возможной жизни во Вселенной. И вот, да, кстати, пару слов про метеориты. Они, если грубо говорить, делятся на две категории – железные и каменные. Ну, каменные тоже они делятся на хондриты и ахондриты. Хондриты – это такие хондры, там, такие вплавленные шарики металла. Если говорить о хондритах, то эти метеориты, они, очевидно, претерпели большие изменения. То есть, они подвергались температуре, возможно, давлению. И искать в них жизнь, в общем-то, бессмысленно. Они изменились. Железные метеориты тем более. Железные метеориты, они образовывались в ядрах планет. И говорить о какой-либо жизни там тоже нет смысла. А вот каменные метеориты, они интересны. Дело в том, что каменные метеориты, они к нам прибыли фактически неизменными. С той планеты или с того планетного тела, где они появились изначально. И вот такой метеорит, который называется АЛХ 84001. Кстати, мне интересно, кто-нибудь слышал о нем? Можете руку поднять. Не слышали? Тогда расскажу. Этот метеорит был найден в Антарктике в 84-м году, как вот его номер гласит. АЛХ – это Алан Хиллс, это горный хребет, где он был найден. Метеорит небольшой. Вот здесь линейка лежит, да. Сколько он? А на 100 километров. Как? КМ километр. Это он в километрах? Нет, это один сантиметр. А, да. Да, один сантиметр. Если бы это был один километр, это было бы плачевно для Земли. Ну, за позитив спасибо. Так вот, этот метеорит был найден в Антарктике. И когда исследователи его привезли в лабораторию, распилили, положили под большой электронный микроскоп, они увидели вот такие образования. Но кто биологию в школе изучал, наверняка помнит, что так выглядят бактерии. Но что интересно, ну хорошо, метеорит с бактериями, это уже о многом говорит. Дело в том, что в этих каменных метеоритах есть такие как бы пустоты внутри. И эти пустоты, они содержат атмосферу той планеты, откуда они прилетели. И исследователи, они аккуратно выкачивают атмосферу этой планеты, этот воздух из этих пустот, подвергают его специальному анализу. И они могут с достаточной точностью сказать, откуда этот камень к нам прилетел. Так вот, когда это исследование было сделано, оказалось, что этот камень прилетел к нам с Марса. Пустоты содержали атмосферу Марса. О чем это говорит, я думаю, что и так понятно. То есть, возможно, на Марсе когда-то были живые организмы, это под большим увеличением, ну по крайней мере бактерии. Но здесь надо сделать такой дисклаймер. То есть, на протяжении уже более чем двух десятилетий ученые спорят, действительно ли это бактерия. Вопрос какой-то? Как мы теорет с планеты, может, перелететь на другую планету? Это длинная история. Я с удовольствием расскажу. Единственное, что по времени тогда я, скорее всего, превышу. Причин может быть, ну, в общем-то, несколько, но самая главная причина – это удары других тел. То есть, какое-то тело большое упало, ну, метеорит большой, да, под действием компрессионного вот этого удара что-то откалывается и улетает в космос. Оно может столетиями, тысячелетиями где-то вращаться по орбите вокруг Солнца до тех пор, пока орбита Земли, она не сравняется, да, с орбитой вот этого тела. И тогда он попадает на Землю. У нас на Земле откалывалось, возможно. И у нас на Землю падали большие тела. Есть свидетельство вот эти вот огромные кратеры. Даже у нас в Эстонии есть кратеры. Они, конечно, не такие большие. Но вот кто был на Сарама, может быть, озеро Кали видели. Такое, ну, солидненькое озеро, место падения метеорита. На Хиума есть несколько кратеров. И даже в Ласнаме, около моего дома, есть кратер, который... Он около Канавы находится, да. Он не очень явно виден, потому что он, ну, уже сглажен немножко был. Ну, вернемся к нашему Айлаш-84, да. Так вот, спорят о том, действительно ли это бактерия. Понятно, что здесь никакого биоматериала уже нет. То есть это все замещенное вещество, это окаменелость. Но когда ребята посмотрели под микроскопом, то увидели, что вроде как есть какие-то следы жизнедеятельности вот этих бактерий. И все-таки ученые сейчас больше склоняются к тому, что это бактерия. Вот. Ну, это, скажем так, еще под вопросом. Хорошо, но это сейчас мы поговорили о Земле, да. А теперь давайте перейдем медленно и спокойно к нашим планетам Солнечной системы. Мы не успеем их все рассмотреть, хотя из них есть очень интересные. Ну, хотя бы часть. Итак, Меркурий. Самая ближайшая планета от Солнца. Меркурий очень горячий. Дельта температур достигает 500 градусов. То есть от минус 100 градусов в холодной, на ночной части на холодной, до плюс 400 градусов на дневной части. При такой температуре жизни, в общем-то, невозможно. Сам Меркурий сам по себе, он имеет структуру, как у Луны. Это даже видно со стороны, да. То есть вот такая вот сероватая почва. Однако подняли цветовой контраст. И уже видно, что почва Меркурия, она тоже неоднородна. По цвету видно, что есть какие-то отличия в почве. Но если бы мы с вами, сегодняшним нашим давклабом, взяли по лопате и отправились бы на Меркурий, и выкопали такую, ну, как это называется, земляночку, да, где-то полтора-два метра глубиной, то в этой землянке температура держалась бы где-то в среднем порядка 75-80 градусов по Цельсию. Ну, это нормальная температура, такая плохенькая финская салона, да. И для нас, конечно, это жарковато, но для микроорганизмов, для бактерий, это нормальная температура, при которой они могут жить и размножаться. Ну, вот поверхность Меркурия довольно интересная. А недавно у Меркурия появился спутник. Искусственный спутник, это американский шаттл. И он сделал фотографию поверхности этой планеты. И вот эта фотография оказалась очень интересной. Вот посмотрите на этот объект. Сделали спектрограмму этого объекта, и оказалось, что его спектр соответствует спектру наших углеводородов. То есть, ну, что такое углеводороды? Нефть, ну, мазут, допустим, да, какой-то углеводород. А источник углеводородов мы знаем. То есть, это когда-то были растения и животные, да, то есть, ну, наша нефть, допустим, да. Конечно, по одному лишь только спектру, ну, трудно, наверное, сказать, что это такое. Поэтому, когда будут посылать сюда новые исследовательские станции, то их будут посылать для исследования вот как раз вот этих вот образований. Поэтому даже такую планету, как Меркурий, горячую, неудобную, ну, наверное, списывается счетов, совсем не нужно, что там никогда не было жизни. Кто знает? А Меркурий, он, у него есть вращение, или он, по-моему, более-менее поляр в одной стороне? Меркурий, по-моему, он имеет вращение, то есть он все-таки вращается. У него сутки длиннее года. Сутки у него очень длинные, да. Это так. Это там, наверное, температура будет все-таки очень сильно варьироваться. Да, совершенно верно. Следующая планета, Венера. Ну, наши родители, да, может быть, бабушки, дедушки, они точно знали, что на Венере есть жизнь. Потому что в то время об этом очень много писали. Писатели-фантасты, ученые, ну, скажем так, с уклоном, наверное, все-таки в литературу, представляли себе Венеру как, ну, сестру нашей Земли в ранний период развития. Потому что Венера, она по размеру с Земля, у нее есть атмосфера. И, в принципе, люди были уверены, что здесь могут жить, ну, если не венерианцы, то, по крайней мере, какая-то жизнь. Но когда послали туда исследовательские станции, оказалось, что Венера очень горячая. Почему? Потому что атмосфера Венеры — это фактически углекислый газ, ну, там примеси серы тоже есть. И там, где углекислая атмосфера, создается парниковый эффект. То есть солнечное инфракрасное излучение, оно проникает сквозь атмосферу. С трудом, конечно, но оно проникает, где-то порядка 30% излучения. Но оно не может покинуть эту планету. И поэтому по всей Венере на полюсах, на экваторе, везде, на ночной стороне, на дневной стороне примерно одна и та же температура, плюс 490 градусов. Ну, это уже даже не сауна, да, это уже такая печь. Ну, жизнь при такой температуре, в общем-то, невозможна, по крайней мере, ну, привычная нам жизнь. Ну, вот здесь, посмотрите, здесь есть снимки. Это советская станция Венера 9 и 10, 76-й год. Это фактически первые снимки Венера. Люди, которые тогда это видели, у них челюсти отмисали, потому что, ну, можете себе представить, снимки с Венеры. Что-то разобрать на этих снимках довольно трудно, потому что качество низкое. Видимо, тогда еще не было такой техники, как у нас. Вот, то есть, послать бы сейчас любой наш мобильный телефон, и качество было бы лучше. Но что интересно, в современное время появились, да, я вот этот слайд как-то пропустил, это Венера. Дело в том, что фотографии, которые получали первые вот эти вот станции, они были очень шумные, да, но энтузиасты, они настолько хотели, чтобы там была жизнь, что они брали вот такой карандаш для ретуши и что-то там подрисовывали, и вот получали вот таких вот существ. Вот, ну, никто, конечно, серьезно это не воспринимал. Так вот, в современное время вот эти фотографии, неудобосмотримые, они были обработаны с помощью специальных математических логаритмов. И теперь их стало более-менее удобно рассматривать. И один планетолог российский, я, к сожалению, не могу его никак фамилию запомнить. Он самый, да, вот, я даже выговорить ее не могу, вот поэтому не берусь. Он исследовал вот эти фотографии и нашел кое-что интересное. Дело в том, что эта станция, она снимала последовательно кадры, да, ну, как таймлапс, да. И он увидел, что на каких-то снимках было ровное поле, но в один момент что-то там появилось на короткое время. Он три таких объекта нашел. Один был похож на какой-то круг, другой на какой-то лоскут, и вот третий он сказал, что это похоже на скорпиона. И затем потом это пропало. И затем на протяжении каких-то минут этого не было. Что это такое? Непонятно. Он не так давно заявил об этом открытии, хотя сделано оно было, в принципе, достаточно давно. Ни на что, как бы, не претендуя, да, он не утверждает, что это непременно какие-то живые существа. Но что-то там было, да, вот. Хотя, конечно, там были и опровержения, что вот эта круглая, эта крышка с объектива отвалилась у этого вот, у станции. Ну, а вот это что такое? Непонятно. В общем, Венера, насколько она недружелюбна для жизни, наверное, и Венеру даже списывать со счетов не стоит. Потому что, кто знает, биология, наука непростая, и, может быть, не углеродная жизнь, так может быть, какая-то силикатная жизнь существует. Ну, пока мы о такой еще не знаем. Идем дальше. Марс. Ну, после Земли, это следующая планета. О Земле мы уже немножко поговорили. Естественно, о Марсе тоже говорили много, что там могут жить марсиане. Марс тоже имеет некоторую атмосферу, хоть и такую довольно слабенькую, но Марс довольно холодная планета. На Марсе есть вода. Еще десятилетия назад этот вопрос как бы был под вопросом, да, не знали, есть ли вода. Есть вода на полярных шапках, и также есть вода под поверхностью Марса. Вот эти исследовательские станции, они немножко сняли поверхность и обнаружили там воду. Ну, в виде льда, конечно, да, в виде такого плотного снега. Кроме вот этого метеорита АЛХ-84, больше пока что нету никаких фактов о том, что там какая-то жизнь обнаружена. Но есть одна загадка. Вот этот снимок, он показывает концентрацию метана в некоторых частях Марса. Но метан, если говорить о Земле, да, метан у нас продуцирует в основном крупный рогатый скот. Я не буду подробно рассказывать, как это происходит. Вряд ли, конечно, крупный рогатый скот есть на Марсе. Метан, в принципе, может продуцироваться вулканами, но на Марсе вулканов нет. Также это может происходить из-за микроорганизмов. Вот наши болота, да, вот эти вот, которые пузырятся, они тоже дают метан. В общем, есть вот такой снимок, есть спектры, но пока что еще пробы не взяты. Поэтому, скорее всего, следующие исследователи, они будут посылаться именно вот в эти вот в области красненькие, и пытаться понять, откуда там вообще метан взялся. Но вот сейчас мы с вами говорили о внутренних планетах Солнечной системы. Это вот Меркурий, Венера, Земля и Марс. Обратите внимание на понятие зона жизни. То есть зона жизни — это вот этот вот период, да, скажем так, или диапазон, где вода может находиться в жидком состоянии. Раньше Венера была когда-то в зоне жизни, но сейчас в зоне жизни лишь Земля и чуть-чуть Марс туда попадает. Вот эти вот внешние планеты Солнечной системы, они в зону жизни не попадают. Но это не означает, что нужно сразу же мигом от них отказаться. И вот сейчас мы поговорим о внешних планетах. Итак, это всем известная планета Нибиро. Все согласны, да? Так, мне кажется, все согласны были. Это, конечно, Юпитер, я пошутил. Это Юпитер, да? Ну, говорить о жизни на Юпитере тоже, в общем-то, нет смысла, потому что это газовая планета, и на этой планете бушуют мощнейшие ураганы. Я уже молчу про чудовищную радиацию, которая там есть на поверхности. Но у Юпитера есть спутники, их несколько десятков. И вот самые интересные из них, самые крупные, это Ио, Европа, Ганимет и Калиста. Это так называемые Галилеевы спутники. Кто помнит, почему они так называются? Да, Галилео Галилей, когда он собрал свой телескоп, вот он посмотрел на Юпитер и увидел вот эти четыре точки. И отмечая их положение, он понял, что это спутники, которые вращаются вокруг планеты. Ну, вот посмотрите, вот эти спутники, они, в общем-то, сопоставимы с размером Луны. Но, однако, их поверхность, она намного интереснее, чем лунная поверхность. И вот мы посмотрим сейчас на Ио, это самый ближайший спутник к Юпитеру. Посмотрите, какой он необычный, как будто бы такой очень ядовито-яркий. Этот ядовитый свет из-за вулканической деятельности, то есть это сера. Посмотрите, вот все вот это, это вулканы. Это вулканы, черные пятна. Около 50 действующих вулканов на этой планете. Причем некоторые из них настолько гигантские, что их извержение видно из космоса. На довольно приличном расстоянии. Сама планета холодная. Вот здесь, вот эти области, если посмотреть, видно, что здесь лед. Но в зоне действия вот этих вулканов, в принципе, вполне нормальная температура для зарождения и развития жизни. На Земле у нас есть аналоги, так называемые черные курильщики. Это вот на глубине океанов. Сами океаны холодные. Но там, где вот эти черные курильщики работают, там обнаруживали вполне такую теплолюбивую жизнь. То есть она там возможна. То же самое здесь вот на Ио. То есть где-то вот в районе действия этих вулканов вполне может быть жизнь. Следующий спутник. А какая температура на ней? Температура, сама планета холодная. То есть тепло может быть только в районе вулканов. Там может быть температура разная. То есть там, где извержение непосредственно, там горячо. Но в окрестностях, ну, сколько-то там, может быть, десятков, сотен километров, там может быть температура плюсовая даже, да. Ну и поуменьшающей, да. Холодная, это минус 100-200 градусов. Ну, считается, да. То есть вообще считается, что касается космоса, если это 0 градуса по Цельсию, это нормальная теплая температура. И мы сейчас как раз до этого дойдем. А вода за ней? На Ио вода не обнаружена. А вот о Европе, о которой мы сейчас будем говорить, вот этот спутник оказался интересным. Вообще этот спутник, он закован в такой панцирь, ледяной панцирь. Но что интересно, под этим панцирем обнаружена вода. И не просто вода, а целый океан воды. То есть это полностью океан, окутывающий всю планету. Толщина вот этого панциря где-то порядка 30 километров. Немножко разнятся цифры, но в среднем 30 километров. Вода соленая. Откуда это знают исследователи? Потому что у планеты есть магнитные полюса, есть магнетизм. То есть получается, что вода пропускает электричество. Вода соленая. То есть это соленый океан. Пробурить такую толщину довольно сложно. Ну даже на Земле это, в общем-то, такая тяжелая задача. А на космическом спутнике это тем более неподъемная задача. Но если посмотреть поближе на поверхность Европы, то мы увидим вот такие вот трещины. И вот считают, что эти трещины это зоны такого тонкого льда. То есть лед может там достигать всего несколько километров толщины. И те, которые... Какой-то масштаб. Ты знаешь, я сейчас, наверное, не скажу так вот сходу какой-то масштаб. Но здесь довольно такой приличный кусок Юпитера. Ой, Юпитера, пардон, Европа. Если посмотреть на первый снимок, можно примерно сопоставить размеры трещин. Исследовательские станции, которые будут посылаться, будут посылаться вот в эти вот трещины. И, возможно, будет предпринята попытка бурения. Все-таки несколько километров, это не 30 километров. И тогда будут взяты пробы воды и будут исследованы на какие-то биомаркеры. И кто знает, может быть, там в океане изобилует жизнь. Ганимед, мы не будем на нем подробно останавливаться. Я просто упомяну, что здесь планета такая же точно, закованная во льды. И подо льдами либо океан, либо локальные моря. Нужно еще исследовать. Сатурн. Красивая планета, известная своими кольцами. Если кому-то доводилось смотреть в телескоп, она очень потрясающе выглядит. В окуляр даже любительского телескопа. Но спутник Кассини залетел за Сатурн и сделал снимки его в контрном свете Солнца. И посмотрите, насколько интересно. Вот эти все пылевые частицы, которые вращаются вокруг Сатурна, они стали видны еще больше. То есть видно, что кольцо подходит прямо к самой планете. Есть внешнее кольцо. Трудно сказать, есть ли там какие-то варианты для жизни. Пока неизвестно. Но у Сатурна есть тоже спутники. Их порядка 60. И один из очень интересных спутников Сатурна – это гиперион. Чем он интересен? Его удельная плотность – 0,57 грамма на кубический сантиметр. Плотность воды – где-то около грамма на кубический сантиметр. Что это означает? Это означает, что этот спутник полый внутри. Это и видно. Посмотрите, он как кусок пемзы. Весь такой в кавернах, в пещерах. А поскольку здесь есть пещера, то было бы очень интересно полазить по этим пещерам. Может быть, с помощью какого-то робота, конечно. И очень даже вероятно, что на стенках этих пещер есть влага или вода, в которой могут вполне себе жить какие-то микроорганизмы. Пока что на него не планируются никакие исследовательские станции. Но очень бы хотелось, чтобы они его поисследовали. Очень интересный спутник Энцелад. Это тоже спутник Сатурна. Кто самый наблюдательный? Кто скажет, что нету здесь, на этом спутнике, что было на других спутниках? Так, вулканы был вариант. Не совсем. Кратеры. Вот, было два ответа. Совершенно верно. Посмотрите, этот спутник, он как будто весь гладкий. Но есть какие-то небольшие кратеры, но их очень мало. А ведь метеориты, они постоянно падают на эти планеты. И Земля тоже, она вся в кратерах. Единственное, что у нас растительность есть, поэтому она все это скрывает, плюс погодные условия. Оказалось, что эта поверхность Энцелада, она постоянно обновляется. А как это может происходить? Посмотрите на эти трещины. Оказалось, что под этими трещинами кроется океан воды. И не просто океан, а океан, который периодически выбрасывает такие фонтаны воды. Это тот же самый спутник Кассини. Он как бы с обратной стороны облетел Энцелад и сделал снимок. Ученые такого не ожидали увидеть. Это не просто какой-то фонтанчик. Это фонтан, который бьет в космос. И часть этой влаги уходит в космос. Другая часть выпадает обратно в виде снега и кусочков льда. Часть выпадает в виде воды. И этот спутник постоянно обновляется. Посмотрите на этот спутник. Здесь просто модель, как примерно себе представляют Энцелад. Как раз вот эти фонтаны. А здесь океан воды. Но есть очень интересный... Да, здесь просто инфракрасный снимок. Вот этот инфракрасный снимок показывает, что вода-то это теплая. Вот это как раз, как мы говорили, теплая вода здесь имеется в виду где-то порядка нуля градусов. Но у нас океан имеет такую температуру и в океане, в общем-то, изобилует жизни. А вот этот снимок... На большой картинке здесь просто уконтрастирован цвет. И видно, что эта вода уходит в океан. Вот это врезка интересная. Здесь тот же самый спутник Кассини слил Энцелад немножко со стороны. И здесь видно, что по орбите Энцелада полностью орбита в этих остатках воды, которая выбрасывается. То есть вся эта вода выбрасывается из спутника, и она остается на орбите. А что это может означать? Это может означать, что если в этой воде есть какая-то жизнь, то, возможно, перенос жизни между планетами, перенос жизни между спутниками, может быть, даже перенос жизни с Энцелада на Землю. Но, возможно, кто-то подумал, ну какой перенос жизни в космосе, да? Очень низкая температура. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потому что он оказывает вот эти вот приливные силы. По крайней мере, вот такие вот теории я встречал. Ну, в принципе, это логично. То есть Луна оказывает воздействие на Землю, у нас есть приливы отливы, и то же самое может быть на Энцеладе. Так, на чем остановились? Значит, на переносе жизни. И вот такой микроорганизм, как тихоходка, он спокойно может переносить нахождение в открытом космосе, он выносит радиацию. Конечно, в состоянии анабиоза, но тем не менее. То есть, кто знает, откуда эта тихоходка к нам пришла, да? Не с Энцеладе ли? По крайней мере, такая возможность переноса жизни существует. Но сейчас мы с вами говорили про планеты Солнечной системы, про то, что, скажем так, нам ближе к телу, да? То есть, то, что мы уже исследуем и будем исследовать. Но ученые древности, да и современные ученые, они всегда мечтали узнать, а есть ли где-нибудь планеты у других звезд. Потому что звезд очень много. Если мы посмотрим, выйдем за город и посмотрим на ночное небо, да, на темное, то мы увидим огромное количество звезд. Но мы невооруженным глазом можем видеть их лишь около 3000 штук всего, да? Но если мы посмотрим в телескоп, то мы видим их огромное количество, этих звезд. И ученые всегда задавались вопросом, а почему мы не можем видеть планеты, которые вращаются вокруг этих звезд? Ведь у нашего Солнца есть планеты. Как-то вероятно, что и у этих Солнц, да, или у этих звезд тоже есть какие-то планетные системы. Вот есть такая картинка, которая очень хорошо иллюстрирует, почему мы не видим планетные системы у других звезд. То есть маяк, свет маяка, когда он светит нам в глаза, мы не можем заметить, что вот там, с края, притаилось нечто. Но если мы этот свет маяка погасим, то мы видим, что там какое-то существо. Ну вот такое вот существо, да? Но мы не можем с вами взять и погасить звезду, да? Но даже если бы мы могли это сделать, то погасив звезду, мы погасили бы и планету, потому что планета, она отражает свет звезды. Поэтому такой вариант не подойдет. И тогда физики, астрофизики, они стали думать и додумались вот до чего. Дело в том, что мы привыкли говорить, что планета, она вращается вокруг Солнца, да, или вокруг звезды. На самом деле это не совсем так. Оба этих тела вращаются вокруг общего центра масс. То есть и планета, и звезда вращаются вокруг общего центра масс. И если мы будем со стороны наблюдать вот эту звезду, то для нас она будет выглядеть, как будто она слегка так покачивается. Чуть-чуть. Туда-сюда покачивается. И вот если бы мы, как мы говорили вначале, были бы исследователями с другой планетной системы, и посмотрели бы на наше Солнце в телескоп, допустим, да, и стали бы наблюдать за его движением, то мы бы увидели, что Солнце вот так вот немножко двигается, и откладывая точки на графике, мы бы увидели, что оно движется не по прямой, а по такой вот синусоиде, да. Но есть одна проблемка. Дело в том, что вот тут взято 33 светлого года, если бы мы были наблюдателями Солнца нашего, то вот это угловое расстояние покачивания, да, да, собственно, Солнца нашего, да, оно составило всего лишь одну тысячную угловой секунды. Ну, может быть, представить себе, что такое однотысячная угловая секунда довольно сложно. Может, это просто цифра, да. Вот я покажу вам. Вот эта вот монетка 1 евро. Если мы положим 1 евро во Владивосток, и будем наблюдать его из Сталина, вот это вот примерно однотысячная угловая секунда. Это очень-очень-очень маленькая величина. И у нас фактически нет техники, чтобы такие вот величины фиксировать. Поэтому ученые стали думать и придумали. Дело в том, что есть спектры. И, как нам известно, спектры при приближении объекта к нам, они уходят в фиолетовую часть спектра, при отдалении в красную часть спектра. Ну, красное смещение все слышали, да. И оказалось, что вот таким вот образом исследовать колебания звезд по спектрам намного проще, чем это делать, скажем так, в видимом диапазоне. Ну, посмотрите, здесь хорошо видно. Вот планета, и вот звезда покачивается. Звезда уходит назад, спектр смещается в фиолетовую сторону. Вот таким образом были открыты Эдвином Хабблом, было открыто то, что галактики от нас разлетаются по красному смещению. И были двое ребят, Батлер и Марси, американцы, которые взялись за это дело основательно. Они построили такие хорошие, мощные обсерватории, они наняли штат сотрудников и стали наблюдать звезду за звездой, чтобы найти планеты, планетные системы, которые обращаются вокруг них. Но повезло не им, а повезло вот этим вот двум ребятам, швейцарцам, мэйеру и его аспиранту Келлозу, которые не обладали таким штатом сотрудников и таким мощным оборудованием. У них был телескоп, ну небольшой, конечно, нелюбительский, серьезный телескоп, но небольшой. И им повезло, они направили свой телескоп на 51-ю Пегаса, на звезду, и оказалось, что у этой звезды есть планетная система с периодом обращения 4 дня. То есть год этой звезды длится 4 наших дня. И, конечно, такой период обнаружить было довольно просто. И таким образом вот эти вот ребята стали первооткрывателями в 95-м году первой экзопланеты. Что такое экзопланета? Это экстра-солар-планет, то есть планета вне Солнечной системы. Конечно, Марси и Батлер были расстроены, вот это был крах надежд. В будущем они открыли множество других экзопланет, и они, конечно, переплюнули вот этих швейцарцев, но быть первопроходцами, увы, не удалось. То есть не всегда все решают деньги. Есть очень хороший способ обнаружения экзопланет, если орбита планеты находится как бы в плоскости по отношению к нам. Дело в том, что тогда планета, вот эта синяя, у меня, кстати, эта анимация медленнее была. Как-то она что-то на маке несется. Ну, у меня старенький компьютер, еще что-то там, 386-й. Так вот, эта планета, она периодически затмевает вот эту звезду. И когда она затмевает звезду, ее блеск, он немножко, немножко, чуть-чуть становится меньше. Оказалось, что очень удобно исследовать таким образом, искать экзопланеты с помощью космических телескопов. Почему? Потому что космическим телескопам не мешает атмосфера Земли. И вот здесь хорошо на графике видно, вот проходит планета, черная, да, и светимые звезды немножко падают, и потом обратно возвращаются к обычной светимости. И, что самое главное, это должно происходить периодически. То есть, если это случилось раз или два, да, это ничего не означает. Это должно быть периодически. Очень удачным проектом по обнаружению экзопланет оказался вот этот телескоп Кеплер. Значит, это космический телескоп. Он обладает очень мощной CCD-матрицей. Ну, что такое CCD, я думаю, этишникам не нужно объяснять. То, что у вас в фотоаппаратах, в телефонах, но здесь эта камера во много раз больше. Это огромная CCD-матрица. И интересно то, что этот телескоп, он направлен постоянно в одно место на небе. Это где-то вот в районе созвездия Лебедя и Лиры. И он за одну съемку охватывает около 200 тысяч звезд. Он может отслеживать их колебания яркости. И как только он замечает, что какая-то звезда имеет периодические колебания, значит, ставится галочка, что, возможно, здесь есть какая-то экзопланета. Насколько я знаю, что сейчас этот телескоп Кеплера, он уже скоро выводится из обращения. Да, это уже немножко из другой области, это пульсары. Если я сейчас начну про них еще рассказывать, мы займем все время до конца. Как это значит, что это звезда с планеты? Пульсар, он пульсирует в радиодиапазоне. Да, то есть тут немножко как бы другая история. Здесь вот на этом графике видно, сколько экзопланет, ну, скажем, кандидатов в экзопланеты было открыто Кеплером, телескопом Кеплером, конечно, да. Ну, тут данные за 2012-2013 год. Ну, я не знаю, насколько мои данные точны, по-моему, сейчас их открыто всего около 3000 штук. Вот это огромное количество, учитывая, что мы только недавно стали этим заниматься. Что они собой представляют, эти экзопланеты? Ну, вот здесь вот то, что вы видите вот на этих рисунках, это как бы не снимки их, да, потому что мы не можем их видеть, мы можем их только, ну, скажем так, догадываться, что они там по взаимодействию. Ну, художники, ну, скажем так, научные художники, они нарисовали вот эти вот планеты, они чем-то похожи, в общем-то, на нашу Землю, то есть по объему, по массе они похожи. И помните, мы с вами говорили про зону жизни, да, вот зона жизни у нас находится вот примерно на таком расстоянии до Солнца. Поэтому нам, конечно, с вами тоже интереснее было бы находить экзопланеты не просто экзопланеты, а экзопланеты, которые находятся в зоне жизни, потому что именно там мы можем найти, найти какую-либо жизнь, ведь это же наша самая главная цель. И вот посмотрите, в системе Кеплер-22, здесь как бы средств их орбиты показан, да, и если посмотреть орбиту вот этой планеты Кеплер-22b, значит, буквой А обозначается всегда звезда, а уже B, C, D и так далее, это планета. Ее орбита полностью совпадает с орбитой Земли. То есть фактически эта планета находится в зоне жизни. Поэтому вот вам один из кандидатов на планету с какими-то обитателями. Но сейчас мы с вами говорили о том, что мы можем обнаруживать эти экзопланеты. Ведь мы же люди, нам же хочется все пощупать, нам хочется все увидеть своими глазами. И оказалось, что увидеть экзопланеты тоже можно. И вот на примере вот этой звезды Фомальгаут, это звезда южного неба, у нас здесь в Эстонии ее не видно. Если я правильно помню, этот снимок был сделан Хабблом, телескопом Хаббл. Здесь вместо звезды была поставлена такая черная масочка. И эта маска, она закрыла свет звезды, то есть ослабила его. И таким образом стало видно, что находится в окрестностях этой звезды. Вот это вот кольцо светящееся, мы бы назвали это поясом астероидов. Но здесь вот совершенно явно было видно, что здесь есть крупный объект. И вот на увеличении вот он. Его сняли с разницей в два года, и оказалось, что он вращается по орбите. Оказалось, что это экзопланета, ее назвали Фомальгаут-Би. Но здесь надо сделать поправку, что скорее всего это молодая планета. И планета довольно горячая, планета, которая тоже светится собственным светом. То есть она не только отражает свет звезды. Таким образом мы можем и видеть планеты. Но наука развивается, и оказалось, что свет звезды можно убрать не только физически вот этой масочкой, а можно убрать с помощью специальных алгоритмов математических. Вот то, что мы здесь видим, это все, что осталось от звезды. То есть какими-то алгоритмами была убрана вот эта вся светимость, это как бы остался мусор. И здесь проявились три планеты. На самом деле, какое-то время назад еще четвертая была в этой системе найдена. И алгоритмы эти, они усовершенствуются. Вот та же самая система, сделанная позже. Вот здесь видны эти три планеты. Ну как сказать, видны. Виден свет от этих планет. А если мы можем видеть свет, отраженный от этих планет, то мы можем этот свет изучать. То есть мы можем его изучать на спектры, разлагать. А если мы можем разлагать на спектры, то мы можем искать в этих планетах какие-то биомаркеры. Ну а какие биомаркеры могут быть? Ну если взять по аналогии с нашей Землей, это вода, это кислород, ну больше, наверное, озон, да, О3, который в верхних слоях атмосферы. Это тот же самый метан, который может быть также биомаркером. И такие исследования теперь, в общем-то, уже доступны, потому что у нас есть свет, реальный свет вот этих экзопланет. Но сейчас мы так легко говорили, да, что открывают экзопланеты одну за другой пачками, но на самом деле не всегда бывают открытия, бывают и закрытия. И такое закрытое случилось вот с этой системой Глизе 581, планета G, ее назвали. Дело в том, что когда эту планету обнаружили, оказалось, что она находится прямо в серединке зоны жизни, как мы до этого говорили, да, зоны жизни. Вот наша Земля, и вот примерно там же в середине находится планета G. И было очень много энтузиазма по этому поводу. То есть вот аналог Земли, возможность жизни. Ну пришла новая команда ученых, исследовали, и оказалось, что этой планеты там вообще нет. То есть случилось не открытие, а случилось закрытие, да. Но при этом эта команда буквально через несколько месяцев нашла новую экзопланету и тоже в зоне жизни. То есть, в общем-то, это совершенно нормально, что в науке такое случается. Но есть еще один интересный факт. Когда вот эта вот планета была обнаружена G, да, в системе Глизе, один радиоастроном послал туда сообщение. И что самое интересное, он получил ответ. Причем это не какой-то там любитель был, это был вполне уважаемый, опытный радиоастроном. Поэтому иногда все-таки то, что мы хотим увидеть, да, то мы видим. Ну, такое тоже случается. Что нам нужно, чтобы увидеть экзопланету, чтобы обнаружить экзопланету? Нам нужны большие телескопы. И такие телескопы сейчас строятся. К сожалению, нет времени обо всех рассказать проектах. Но вот один из них – это экстремально большой европейский телескоп с диаметром главного зеркала 42 метра. Сможете себе представить, да, 42 метра. Ну, понятно, что оно будет из ячейка состоять. Есть и космические проекты, очень дорогие, которые пока что сложно реализовать. Но здесь, наверное, можно сказать, ну, так вот, под завершение, что, конечно же, нам интересно не просто найти экзопланеты, да, не просто найти планеты вокруг других звездных систем, а найти какую-то жизнь. И даже открытие простейшей жизни бактериальной – это уже будет большой прорыв. Но, естественно, мы как люди, мы хотим найти братьев по разуму, да. Ну, как шутят ученые, что считают ли они нас разумными, да. Это еще не факт. И поэтому иногда достаточно искать не сами планеты, а искать следы, которые могли оставить разумные существа, да. Ну, вот, например, мы, когда было изобретено радио, мы очень сильно наследили в космосе. То есть мы, в общем-то, у нас есть и радио, и телеэфир, и спутники, да. И, в общем-то, если у какой-то цивилизации есть подобные технические средства, то можно с помощью радиотелескопов такие радиоволны, такие сигналы обнаружить. Ну, и последний слайд я вам покажу. Это, скажем так, немножко будущее. Вот то, что вы сейчас видите, кто знает, как это называется? Это называется будущее. Был вариант. Это называется гравитационная линза. Что это такое? Когда есть какой-то очень массивный объект, а за ним находится где-то далеко невидимый объект, который нам не виден, ну, из-за дальности, да, потому что он очень далеко находится, свет до нас, в общем-то, не доходит. Так вот, вот этот какой-то массивный объект, он своей гравитацией, он как бы линзирует свет от дальнего объекта, и он для нас становится видимым. И вот этот эффект линзирования, ну, есть такой проект, пока что еще проект в проекте, да, ну, получилось, тавтология, есть такая идея запустить телескоп на орбиту Плутона. Для чего? Чтобы направить этот телескоп на Солнце. Но не для того, чтобы изучать Солнце, а для того, чтобы Солнце использовать как вот эту гравитационную линзу. И объекты, которые будут проходить где-то вдоль Солнца, попадая под влияние его гравитации, с помощью этого телескопа будут рассматриваться. Так вот, ребята, которые это придумали, они утверждают, что с помощью такого метода можно рассмотреть даже города на планете, если, конечно, они там будут. То есть какое-то невероятное увеличение с помощью такого симбиоза техники и науки именно в плане гравитации. На этом все. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НОВЫЕ ОТöры